Игорь Негода. Господи, слава Тебе! Игорь Негода. Господи, слава Тебе! Игорь Негода. Господи, слава Тебе! Этот пост, который грядет, как истинным православным христианам провести его дневниги и роскоши, печали со слезами покаяния. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе слава Тебе, Господи! Хорошо. Евангелие от Москвея, 5 глава. 9, да, стих? Да. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божьими. Толкование. То есть не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примеряют других враждующих. Миротворцы суть и те, которые учением обращают врагов Божьих. Таковы суть Сыны Божьи. Так как и Единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были враги Его. Да. Да. Я вспоминаю сразу этот пример. Был Семен Столпник такой. И хочу сказать, наверное, большего миротворца не было. Вот сейчас, по сегодняшним временам, сейчас был Порошенко, вот там Ангела Меркель, собираются, Оланд этот, французский, германский канцлер, собираются и думают, как мир заключить. Как правильные шаги сделать, чтобы мир можно было заключить. И не могут найти. А раньше, вот в те времена, когда Семен Столпник был на столпе, на башне своей стоял, башня была 40 метров высотой построена. И он там стоял на одной ноге. И к нему собирались все князья под башнем. И спрашивали совета, как мы правильно достичь положения. Ну, кто там воины, кто что. Ну, все, об этом говорится. И он, просто чудесами такими словами, ну, в общем, приходит к нему один человек, и он уже знает, гад Господа, ему уже открыто, что этому человеку не хватает. А у него, он стоит на одной ноге, и с ноги у него прям черви выпадают из ран. На ноге лопается кожа, и там червяки. И черви, гной черви падают на землю. И вот, один такой червячок падает, раз, и жемчужина. И он говорит, подними, это тебе. Для того, чтобы спасти душу. Он знает, что надо. Человек поднимает. Это такое чудо. А вот сейчас, ну, казалось бы, разве можно такие чудеса что-то творить? А сейчас вот показывают. И не знаю, призрачное это или нет. И там Саибаба такой есть в Индии. Ну, и не знаю, как их назвать-то, даже не эритики, а не языческие колдуны какие-то. И к нему человек подходит и просит у него там что-нибудь. Он прямо так в руку плюет. Вот так открывает. Там алмазы, бриллианты. И дает человеку, передает. Там и живыми их закатывают. И чего только нету. То есть, пример миротворчества есть, но он такой тоже, очень, все чудесным образом. Как можно примирить врагов? Ну, написано как. Тот, кто примиряет врагов. Вот Давид мог примирить врагов? Нет, не мог. Но действовал так, чтобы он как бы мирно действовал с Тирским царем. Когда нужно было строить храм, заготовки на храм, дерево, ливанского кедра, он вел с царем Тирским. И они заключили пакт. Давид поставлял еду ему, а тот ему поставлял людей, которые могут с делем работать. И вот этот лес поставлял. И так долго это было, до тех пор, пока не пришел сын его к власти. Он умер, а сын пришел к власти. И сыну сразу подсказали, все, что Давид делает, он делает для того, чтобы выглядеть у тебя, как тебя захватить. И пришли очередные послы. И он взял и обрил им бороду напополам, а одежды обрезал напополам. Ну, посрамить их. И такими отправил. И, ну, случилась, конечно, война. Что там говорить? Это при жизни Давида же было? Да, это при жизни Давида было все. Что такое, как я хотел спросить? Кавриим, 12 глава, 14 стих. 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святостью, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святостью. Без которой никто. Можно я написать? Там есть написано, что они... Можно я еще тогда местописание? В местописании, возможно. В местописании скажу. Я хочу сказать, что слово миротворец, оно практически не встречается в Библии. Миротворец. Хотя говорится миротворцы, но я так думаю, что даже сами заповеди Господа подтверждают, что мы именно такими должны быть. И потом, когда он к Тимофею обращается, апостол Павел, как он пишет? Какой должен быть учитель, говорит? Ну, учитель православной веры и истины евангельской. А это к каждому относится, потому что идите и учите написано. То есть, если мы уже знаем Христа, знаем веру евангельскую, мы уже как учителя идем. Человеку рассказывая, на улице просто стоим, мы уже как учителя действуем. Но не надо менторским тоном человека поучать. Иногда человек не принимает. Ему надо показать Евангелие, чтобы он заинтересовался хотя бы. Там написано все Господь, Господь Звращающий. И вот эти, особенно заповеди, которые относятся к неубий, заповеди, которые говорят не быть злобивым, злым. Как они еще? Это ясно, есть миротворчество. Потому что тебе что не скажут на того человека, а ты? Ну, давай мы все-таки мир заключим, а потом дальше уже будем действовать. Да кого он там мусульманин? Ну, давайте все-таки мы попытаемся мир заключить, чтобы войны-то не было. Иначе как можно тогда беседовать с человеком, если он с одной стороны с автоматом, а ты тут с другой стороны с гранатой? Теперь давайте друг друга ловить, кто погибнет, кто нет. А с человеком ты уже не поговоришь. А миротворчество подразумевает, что есть кто-то один, а напротив него есть кто-то другой. И они не могут договориться. И ты как посредник склоняешься и к тому любишь, и к тому. Это очень сложный процесс. Практически миротворчество только и есть христиане, больше никого нету. А почему? Ну вот, глядите. Все говорят, патриотизм, мы любим Родину, Родина Россия, все. Надо идти туда, еще нету ни войны, ничего. А кто наши враги? Ну, у нас как бы нет врагов, но потенциальные есть. А кто? Американцы. А с чего они наши враги? Мы с американцами ни разу не воевали. Люди на первое место сейчас, 70% нашего населения, ставят врага потенциального, Америку. Потому что они нам плохого желают, они там эмбарго. Так они наоборот бьются за нас, чтобы мы лучше стали. То есть, это их такое дело. А теперь с той стороны американцы спрашивают, кто ваши? Только русские. Только, почему? Да вы что, русские, они же такие были там. Ну да, было бы у нас действительно много. Но мы же до американцев не добрались. Ну то только не добрались, а должны были. И теперь представьте, вот в этих отношениях начинается вот это. И теперь мобилизация. Ну а мы не можем идти. Почему? Ну мы же сказали, что мы патриоты Отечества Небесного. И теперь только два варианта принимать. Или альтернативное служение, где-то в санчасти, в какой-то, где-то еще. В санчасти. В санчасти. Да. Или на смерть, как это вот показано у, сейчас скажу, писателя Александра Нежной. У Александра Нежного называется комиссар дьявола. И там идут прям письма баптистов, письма пашковцев, те, которые не пошли воевать. Двадцатилетние. И вот они пишут родителям таким простым языком, что они не идут, потому что Христос их спаситель. Они не могут убивать людей. Но только такой человек и может быть миротворцем. Другое дело, что ему никто не даст быть миротворцем. И будем так говорить, таких людей, таких посредников, я сейчас не могу вспомнить просто даже. Ну просто не могу вспомнить, чтобы два враждующих государства, вот как сейчас у нас, два враждующих государства и кто-то бы помирил. Ну почему не мог помириться царь Николай со своим дядей этим, Пельгельмом? Ну что бы не помириться? Нет все на таких вот надрывных нотах, пока миллион не потерял. Потом царь уже ушел сам, потому что надоело ему это все. А царь ушел, а войну не прекратил. Понимаете, о чем речь идет? И царь не смог стать миротворцем. У него все в руках было, бриллианты, все. То есть мы можем, я к чему веду наш разговор? К тому, что миротворцем можно быть вот внутри себя, ты миротворец. Внутри себя, внутри себя миротворец ты, и ты должен жить так, как миротворец должен. Ни на кого. Допустим, там говорят, вот американцы там такие сики, нельзя ли, и так тоже говорить, объективно надо смотреть. И на наше правительство тоже, прям говорят, Путина там свергнут, там еще что-нибудь. Мы тоже ни в коем разе не можем кого-то поддерживать. Или в других каких-то странах. Какие-то партии новые заводить для того, чтобы, там, вот как это, исламское государство. Откуда они возникли, откуда они взялись? Были тоже как какие-то посредники. Потом вдруг раз, начали захватывать заложников. Потом началось проповедничество у них очень сильное. Там нашелся какой-то лидер, ну, прям, именно Корана. И все. А теперь уже в Иордании выпускают эти листовки, там, книги целые. О том, что в этом исламском, это исламское государство, это не настоящие мусульмане. Ну, здорово, живешь теперь уже. Поздно. Это уже не миротворчество. Поэтому, блаженные миротворцы, если кому-то удастся даже сохраниться на этой стадии, просто надо сохраниться на... Быть миротворцем, сохраниться. Понятно? Человека с Богом, да. Вот это правильно сделал брат. Ты отдал заявление? Военкомат? Все, хотел ты отдать. Я приехал, меня не приняли. У них там какое-то... Мне когда-нибудь было, короче, с ними... Слушай, я знаешь, как сделал? А, ты сказал? Я все выкидал, они... Я знаешь, как сделал? Я пришел, когда туда, он тоже меня не принял с этим вопросом. Я тогда ушел. Пришел, Игнатик Игныш говорит, ты, говорит, просто подойди к секретарю и отдай это письмо. Дай два письма, она одно себе заберет, зарегистрирует, а другое зарегистрирует, тебе отдаст. Ну, все просто. Это я делал часто со своими документами. Я думаю, как же я не подумал. Я пошел прям тут же, пока не поздно, и прям подошел к секретарше и говорю, можно военкому оставить заявление? Вот это. Она посмотрела, что за заявление? Я говорю, да это... А присяги? Она, а, ну давайте... Она даже не читает, она же секретарь. Она раз-раз штампы мне отдала, все. И теперь заявление там. Не знаю, читал, кто там не читал, меня не вызывали. Может быть, я им и не нужен был. Поэтому ты вот так сделай. Возьми это письмо и пойди им отдай. Они обязаны, брат, взять у тебя его. Обязаны. Они тебе дадут штампульку, и ты уже все. Тогда ты уже, как говорится, взятки гладкие. И ты сразу попадаешь в разряд миротворцев. Тут опасность, что может затеряться и потом... Нет-нет, брат, нет-нет, это уже другое дело. Ты уже зато... У тебя отметка есть. Я, правда, не знаю, где моя. Честно признаю, это надо хранить. Ее надо отсканировать и в компьютер куда-нибудь. Потому что у меня уже столько документов. Бумаг. Нет, ну, ты-то по совести знаешь. А теперь, ну ты сказала, ну и что сказала. Документально. Он со мной разговаривает. Он говорит, майоры все заняты, которые по этому вопросу-то. А я что? Ну я, он сказал, он дай. Зачем тебе вроде это надо-то? Я говорю, а если война? Это сплюнь ты. Я-то военный. Ну сами военные. Ну а ничего, они деньги получают спокойно сейчас. А так придут похоронки на них. Жены, и аттестант. Мобилизация, говорю, если не дай бог. Вот сплю. Ну а что, вон в Украине мобилизация. Уже все, уже и домцы. Они тоже так же не думали, да кто у нас тут. А сейчас бегают, и они уже в разряд дезертиров попадают. Им тюрьма светит. А так, глядишь, бумажка была бы, пошли бы там. Сронитары. Выносили бы, служили бы там. Сколько я видел. Ну а некоторые даже осознанно идут в тюрьму. Лучше в тюрьму, чем на войну. Там, вероятно, что живой останешься. А там пушечное мясо натуральное. Ну то есть слово миротворец, конечно. Вот какой-то пример показать. Я не могу, не знаю. У меня ничего такого не было. Ну как, может быть, на какой-то бытовой... Я всегда старался заступаться, допустим. Ну под нож никогда не попадал. Не, ну было, попадал, конечно. Но за себя самого. Расскажите, потом я расскажу. Что такое? У меня сколько таких случаев было. Мама, только Ренадия, потом мы с Игнатьем не стали быть вместе. Это он запрещал. Зачем вы сейчас отправите? Все. Не надо. Все понятно. Нет, такие случаи были, что на бытовой, ты говоришь, на бытовой. Ну а на каком? Допустим, я обязательно не стараюсь примирить. Потом увижу в окно, увидела, еще нахожусь, дерутся между собой. Я выскочила, говорю, фашисты советские. Вы что делаете? Вы что избиваете? Человек уже лежит на земле, вы его избиваете. Прекратите. Вы знаете, я помогала. Помогала. Потом другой берет, штахетник так вырывает. Я говорю, да прекратите вы что делаете своего человека. Вы же советские люди. Вы что, комсомолье фашистское? Кричу так, да, и помогала, они тоже останавливались. Сколько раз так останавливались? Блаженно. А потом... Ну, это одностик, младшу. Он когда-нибудь... А Игнатий... Своя брата. А я хочу, в пример, вот брата Владимира привести. Да? Да, мы с Надеждой Васильевной поздорили, не на шутку. А он подходит ко мне, а ты, говорит, читал. А ты громче можешь разговаривать? А ты, говорит, читал, что если... А мы как раз служба субботняя или воскресенье, субботняя. Ты читал, прежде чем принести дар Богу, иди, примирись. Даже если Он имеет на тебя, не ты имеешь, а Он имеет на тебя что-либо, ты должен идти и... Материя 5 глава. Чего найти нельзя, и примириться. Материя 5 глава, 20-30 стих. А не охота же примиряться, но... Писание говорит, и брат еще наехал конкретно. Я сам не пущу, пока не примиришь. Какой? Материя 5, 23. Ну там 23, 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судья, судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Так, давайте это оставим. У нас тут недалеко уже это. Мы его как раз и проходим. Ладно, кто там? На него толкование нужно. Ну там в конце говорится уже о судеи божьем. Да, это не совсем о миротворцах. Говорится о миротворцах. Тут один и один. Есть двое соперничающих, между которыми стоит третий. Может стать. Он не стоит. Но он должен вклиниться туда. Написано вообще, как хватающий пса за уши, так вмешивающийся в чужую ссору. Здесь же совсем наоборот получается. Ты вмешиваешься в чужую ссору, как хватающий за уши пса. То есть ты получишь укусы однозначно. То есть можно представить не пса, а другого кого-нибудь покруче. Можно и голову оторвать тебе. То есть если ты уже вмешиваешься туда, миротворец, ты должен знать все. Ради чего ты вмешиваешься? Основание вмешательства твоего. Кто стоит перед тобою? И так далее. То есть, а, ну вот можно пример привести миротворчества. Это, ну опять же, это все шито белыми никами или черными. Это называется так книга «Отец Арсений». И там вот собирательный образ священства. Ну или верующих людей. И там вот этот отец Арсений, он грудью становится, когда начинают резать там одного человека. Ну это случай был вот у Игнатья Игнатьевича. Две общины примерились баптистские. Тоже очень хороший пример. Десятый стих. Блаженны и изданны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Толкование. Толкование. Терпеть поношение особенно свойственно учителям. Вот учишь правду, а тебя начинает. А что ты у нас учишь? А кто благословил? Пришел тут. Занятия хочешь вести в библиотеки? Нечего. Мы без тебя все знаем. И начинается гонение. И так же. А почему гонят, интересно? Ничего же такого плохого не делаешь. Блаженны и изданны за правду. Чего это правду не любят-то? Правда это закон Божий. Тебе ты должен сказать, почему не любят закон Божий. Вот сегодня Александра Михайловна пришла, беседовала с женщиной. Она сказала правду. Это даже странно, никто так не говорит. Я библию потому не читаю, что боюсь. Почему боишься? А потому что исполнять надо ее. А я знаю. Это и что тогда. То есть человек с какой-то странной совестью. Совесть есть однозначно, но она странная по совести. Раб, который знал и не исполнял, бит будет меньше. Те и те будут биты. Она думает, что я знать не буду и мне ничего не будет. Но она тоже это сказала в выражении, что лучше не знать. А вы должны вот это место писания были сразу привести. Все равно ты будешь бита. Не за то, что не знала. А за то, что не хотела знать. Вы дальше-то не продолжили. Мы же как раз начали занятия. Я уже сейчас не помню. Видите, о чем мне говорили? О Иисусе Христе говорили? Да. Ну тоже правильно, в принципе. А без этого никак? Если ты говоришь об Иисусе Христе, это стопроцентный вариант, что ты прав. То есть надо приводить к Иисусу Христу. Если вы боитесь Иисуса Христа, так что же бояться? Наоборот, все Иисуса Христа любили. Я сказала, что он пришел в мир. Надо человека еще смотреть, какой он. Может быть там бабушка такая, вот как наша собачка дрожит от всего. Надо ее успокоить. А то сразу, как мы с Сашей загуляем, ходили. Пойдем, благоуясь так, ну пойдем по квартирам. Ни разу не ходил. Ну и открываем двери. Я с одной стороны, а он с другой стороны. Я говорю, мир вам, православная церковь. Мы распространяем наши материалы к истинному крещению. Говорим о Христе, дарим Евангелие. А он сразу говорит, надо покаяться, иначе вас ждет ад. Такое слышали. И вот он этот ад, ад, ад. И прошли по объезду. Я потом спрашиваю, тебе сколько открыло человек? Двое открыло. Двое. А мне на каждом этаже открывали люди. Может даже по два раза. Страстно. То есть, постоянно говорить о Баде, ну правильно или нет? Но если как святые отцы, то сто процентов правильно. Вот по-другому даже не надо. Как монахи любят. Ну конечно, сразу об Абаде и в лоб с законом Божиим. По первому хребта. Если с другой стороны взять, человек вообще не знает ничего. И ты знаешь, что он не знает. Он будет даже смотреть тебе честно в глаза и говорить, ну конечно знаю. Но это такой характер человека. Соврать тебе. И даже, как говорится, сыр в глаза Божья роса. Это же обыкновенно все. Зачем верить человеку, когда ты прошел уже тысячи людей этих. Знаешь, что тебя обманывают на ходу. Видишь жизнь человека. Он открывает дверь, ну видно, что он неверующий. Ни икон там, ни крестов, ничего там. Все это понятно. Начинай дальше беседовать. Теперь спроси его, сколько Евангелий от Матфея в Библии. Он тебе ответит. Понял? Сколько Евангелий от Матфея в Библии? А я вообще иногда спрашиваю. А кто написал Евангелие от Матфея? Ты на меня так пишешь. Откуда я знаю? Так что вот так люди обманывают. Обманывают нас. Ибо если и страдаете за правду, то вы блаженны и страхами, не бойтесь и не смущайтесь. Где это написано? Господа Бога светите в сердцах ваших. 1 Петра, 3 глава, 14 стих. Если и страдаете за правду, то вы блаженны. А мы остановимся сейчас на какой блаженствах? 10 стих. Блаженны и знаны за правду. Ибо их из Царства Небесного. Светите Господа Бога в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему. Ну вот Евангелие от Матфея в Златоуст нам говорит. Христос не поощряет их будущими только благами. Но и настоящими. Потому-то и далее он в своей беседе сказал, когда будешь соперником, да все, уже нету больше света. Что ты там? Когда будешь соперником, за такое благоразумное дело получает определенную награду. Говоря, да не придаст тебя соперник судье, а слуга судье. Вернее, судья слуги. Матфея, 5 глава, 25 стих. Видишь, откуда он заимствовал угрозы? От предметов чувственных, от самых обычных явлений. И еще говорит. Если скажешь брату своему рака, иначе... Рака. Рака повинен будешь. 22 стих. Только и апостол Павел весьма часто указывает на чувственные награды и заимствует побуждение от предметов настоящих. Например, когда рассуждает о девстве. Тут он совсем не упоминает о небесах, а побуждает настоящими благами. Настоящими, то есть благами этой жизни. Я могу пример привести. Что-то ты не совсем другой стих читаешь, не десятый. Блаженный измены за правду и деликость церкви. А ты что-то другое читаешь? Да нет, я к этому, к миротворцам все еще. Я далеко еще не ушел. Мы уже о правде говорим. Один батюшка сказал своим прихожанам, прочитайте 29 главу Евангелия от Матфея. И мы на следующем занятии на эту тему побеседуем. Они приходят. Прочитали 29 главу Евангелия от Матфея? Все да, да, да. Итак, тема сегодняшней лекции, что нужно говорить все время правду. Открываем. А в Матфея всего 28 главу, 29 главы нет. А, нет, вот блаженный миротворцы еще. Давайте почитаем. Блаженный миротворцы. Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собою, но требует еще более. Именно того, чтобы мы примирили несогласие и других. Ну, то есть, о чем мы и говорили. Чтобы мы примирили, требует Господь этого от нас. Просто мы примеры не можем никак. Ну, кое-кто показывает. Ну, в жизни-то случается, что мы в следующий субъеме не очень посудили. Ну, да, да, бывает. И опять представляет, не, ну мы Семена Столпника представили, там он мирил. Представляет также духовную награду. Какую же станете, наличете с сынами Божьими? Так как дело единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующих Сына Божьего, Иисуса Христа. Примирить разделенное. То есть, язычников и иудеев. Он как стена, как камень. Стена, которая это, как она, разделяющая. Не разделяющая, а соединяющая. Которая становится основанием для строения. Итак, Христос, при том, что ты не подумал, что мир везде есть, дело похвальное. Христос присоединил и эту заповедь, говоря блаженной, изданной правды ради. То есть, гонимые за добродетель, за покровительство другим, за благочестие. Так как правду и обыкновенную он всегда называет полное любомудрие души. То есть, исполнение заповедей Божьих полное. То есть, и любовь к этому. Могу пример привести. На Урале, мы когда, брат, я держу, с братьями там благовестные, у нас по деревне ходили, села Пахровская. И местный священник, отец Дионисий, перед вечерней службой мы как-то пришли с братом Андреем, тоже какой-нибудь шевростом. Сели такие, ждем, когда служба сейчас подходит нам. Ну, что, говорит. И начал нам, распространяйте книги, иначе у нас еще Лапкина, да, Лапкина. Так, ну, говорит, еще много чего нас наговорил. Вот, типа, Иван, говорит, там входите, проповедуйте. А, что наговорили? Кто вас благословил и так далее. И потом, говорит, ладно, говорит. И подвел к тому, что мы уже сектанты, то есть мы не православные какие-то. Ну, идите, говорит, отсюда и подумайте, говорит. Будем у нас из храма, перед вечерней службой. Ну, мы вышли с братом, с братом Володей, он как раз болел. А на службу на вечерней не было. И все, созвонились с нашими духовными наставниками, с Игнатьевым, с священниками Акимовым. Он говорит, не иметь права сведения. Все, мы на воскресенье пошли уже спокойно, зашли в храм, он уже тогда ничего нам не сделал. И таких случаев было много, когда именно, особенно от священнослужителей, это было препятствие, именно за прав, за то, что ты говоришь, что у женщины должны быть мужской одежды одеваться, что не должен быть беспорядок в храме, это шатание туда-сюда. Поставьте, говорит, нас просто брат Андрей предлагал местному священнику, отцу Андрею, говорит, поставьте нас, говорит, как у нас есть наблюдатели в храме, говорит, мы в основном порядке. Он говорит, конечно, говорит, все здесь с храмом крылечка подбрасывали. У нее вот такие вот примеры множества было, когда именно за правду гнали. Нет, так а у нас вся общая гонимая за правду. Что, даже без разговоров тут я ничего не могу сказать. У нас, кого ни возьми, все гнали. Даже вот сестер наших, казалось бы, ну уже и возраст, и лица такие благонравные у наших сестер, и поведение у них, они не какие-то там разнузданные. Вообще, таких и нету даже. Взять вот Надежду Васильевну, она крутко разговаривает. Она еще там эпитетов этих, ласточка там, милочка там всяких. Ну видно, что человек тебя не хочет обижать. И все равно гонят, причем гонят как гонят-то, до такой степени позору хотят нагнать. Вот когда их выгоняли с дома престарелых, приходят, рассказывают, радости столько. Уже и собираемся идти туда, уже все, и братья уже решили, а не присоединить. И в этот самый момент сатана как все это видит. Какое гонение на них устроили эти сестры милосердии, вот с этими крестами-то. Ничего себе. Не просто так, а через еще и священников, там и епископов приплетут. То есть все против вас, и все против. Вы кто такие? Вы сектанты-раскольники. Вы вообще как бы отреди земли сей. А сейчас дальше будем говорить. Вы, говорит, должны быть солью земли. Вы должны быть. Вот я сюда сейчас шла и раздавала эти визитки и Евангелие. Одна женщина говорит, а вы не сектанты? Я говорю, да сохрани, Господи. Я же говорю, православный, красава. Ну, сектанты также и крестятся, говорит, и икон полно имеют, и крестик нательный носят. Мой брат, у него вся комната в иконах, и крестик носит, и крестится. А он пошел к каким-то сектантам пятидесятники или харизматы какие-то. А сейчас в психиатрической больнице лежит. Я говорю, да таких сектантов нет, кто бы признавал иконы и крестился, и нательный крест. Нет сектантов. А у меня брат такой был. Он вроде и православный к сектантам вот к этим ходил в пятидесятник. А сейчас уже полгода лежит в больнице. А этому не совладало. А вы посмотрите, узнаете, вы узнаете, и там найдете для себя ответ. Хочу сказать, что я неоднократно это тоже слышал и никогда не встречал до последнего времени, пока вот брат мне не показал одного такого сектанта, который вышел на Игнатия Тихоныча. Из Америки. Нет, он не из Америки. Как называется он? Не Пенза, а... Он сказал, из какого края. Ну, рядом где-то там, не Черноземье, где-то оттуда. Да, он сказал, откуда, я сейчас забыл опять. Думаю, запомним, и не запомнил. То есть, даже не самого города, а где-то перед этим городом. И он рассказывает, и начинает говорить, вот, Игнатий Тихонович, у вас есть люди, у меня есть люди, давайте объединим этих людей, пошлем их на благовестие, пускай они идут. Игнатий Тихонович все пытался вразумить этого мальчугана. Рассказать ему, говорит, юноша, ну вы же там, тот не вразумляется. Я вот как, мы должны, мы проповедники Христовы, так себя называют, должны. А у самого борода стриженная, Библию не заучивает, местописание не знает, там вообще почти ничего в Библии не знает. Он говорит, зато я знаю о Христе, что Христос за нас умер, все, больше ничего. И где-то беседует, кому-то рассказывает. Крест есть у тебя, спрашивают? Нету креста. А какой ты православный? Ну, я православный. То есть он себя называет православным. И такому человеку главное любостяжание, чтобы, даже не любостяжание, а тщеславие. Вот это. Тщеславие. Да, чтобы на него смотрели, им восхищались, чтобы его речами там все жили, сердца людей. На самом деле ничего нет у человека. Поэтому они, опять же, эти люди, которые говорят, что, а, это там сектанты такие, они просто не отличают людей тщеславных от сектантов. Настоящие сектанты никогда, он вот так даже пальцы не сложит. Настоящий сектант. Он не позволит себе этого. Почему? Потому что у него вера, вера такая, вера. А вера, это то, что через коленку не сломаешь человека. И никакими препаратами химическими не выбьешь. Веру дал Бог. Дух Святой дышит где хочет. Они доходят до определенной ступени. Это призвание. Их Господь призывает. Господь каждого призывает. Все стою и стучу. Но они не могут сердце открыть на встречу Христу до конца. Почему? Ну, тщеславие, самомнение, гордость, похоть, отчей, похоть, плоти, гордость житейская действует на каждого человека. И так же и на сектантов. Поэтому вот с такими людьми очень тяжело беседовать. Которые ничего не знают. И примеры им доброго, верующие как бы, якобы верующие, не подали. И теперь этим людям нужно столько, много объяснять. Они такое, что и слышали от тех людей. И видели даже, что он там делает, этот человек. И теперь они к каждому верующему, кто подходит, начинают относиться не просто с насторожкой, а как к врагам. Отражать он не стоит. Но мы не скажем, что те люди плохие были. Потому что как может воспринять человек веру? Он, может быть, и хороший был верующий этот человек. И добрый там и так далее. Но просто этот человек не хотел веру принимать. Потому что там же сатана действует в его секции. Этого человека еще. И поэтому, какой он был, мы не можем сейчас осудить и сказать. Да, ваш там этот брак был плохой, там неправильный. Мы тоже этого сказать не можем. И приходится, значит, нам говорить то, что мы заучиваем здесь. О покаянии самого человека. О том, что Христос пришел и умер именно за Него. За Него умер. За каждого. Лично за Него. И пускай Он теперь сам отвечает, зная это. Вновь своими грехами и нечистыми делами распиная Христа. В самом себе. Ты главный. Ты главный. Я не главный. Это однозначно. Не надо меня представить. Ну, я вчера с пяти недели оказалась стекла женщине. Подаю ему Евангелие и начинаю рассказывать. Она говорит, а я все знаю. У меня есть Библия и Евангелие. Я протестантка. И вот отсюда мы начали с ней разговоры. Я говорю, ну, это секта. И когда она сказала, что вы меня обижаете, этим называют сектой. У нас церковь, а не секта. И мне пришлось очень много говорить. Мы около часа с ней говорили на эту тему. И она потом... И что она? Ну, она говорит, каждый остается при своем мнении. Ну, все. А другая говорит, мы православные, потому что мы православные. Мы правильно проповедуем Христа. А вы нет. У вас и пьяницы, и табакуры, и все. И ничего не поймешь на славянском языке. Вот так и надо сказать. А мы правильно славим Бога. Значит, мы православные, а не вы. Да. Ну, главное, было ей за свидетельство, да? Сегодня праздник Ксении Петербургской. Я хочу сказать, что был такой знакомый у меня Игорь Рассказов. Он сейчас вроде живой еще. Он живет в Камни-на-Аби, приехал. Он бывший баптист. Причем в баптистах он дошел до дьякона. В Иркутске он был. И он был настоящий баптист и настоящий проповедник. Священное Писание, некоторые места апостола Павла, особенно о силе Божьей, о благодати, о том, как Дух Святой действует, он знал от и до. Он цитировал все наизусть. Но вот пришло время, и будучи дьяконом, он попал в эти круги уже верхние эшелоны, так сказать, баптистской власти духовной. И он увидел, что все практически пастыри нечисты на руку бывают. То есть или своим родственникам они там дают подачки и так далее. Последнего возмутило сын баптистского пастыря их. Они там, у них как есть, у них есть фонд на развитие благовестия. То есть люди берут деньги, им дают деньги от общины, прям зарплату платят и сразу дают много денег. И они едут в какой-нибудь регион, в какой-нибудь город или деревню, и там покупают жилье, и там остаются жить. И начинают там работать, трудиться. Ходят там, благовествуют, с семьей прям целой. Как вам это? И благовествуют, и в конечном итоге собираются община. И он увидел, как эти деньги раздаются, а человек сам не трудится, не работает. Купил там где-то себе жилье, живет в городе припеваючи, и так далее. То есть это вот такие дети, там родственники, близкие. И он видит, что в первую очередь такие вот теплые местечки как бы уготавливают не для тех, кто истинно может благовествовать. С кем надо трудиться, и кто может трудиться, а другие... И все, и он ушел от Бартистов. Ушел. Он сам лично создал две общины. Вот Игнатий Игнаш говорит, я бы в каждом городе, куда ездил, мог создать уже общину. Вот я видел человека, который создавал общины. Это вот Игорь рассказал. Очень интересный человек на память. Кстати, Сергей, брат вот Знайпов, они мне помогали тут строить дом. Приезжал ко мне здесь, крышу делали. Он сам бывший летчик, летал на СУ, истребителях, потом стал по здоровью. Со здоровьем там начались эти вопросы. И он стал диспетчером, авиадиспетчером гражданской авиации. Пришло сокращение, и его из Иркутска, значит, попросили, он уехал в Братск. И в Братске вот он создал две общины. И он рассказывал о сектантах. И говорил, что среди сектантов тоже есть очень много подлых людей. Очень со многими приходится беседовать, и на собраниях их разбирать, и везде, и везде. Поэтому вот сектанты, они потому и секта, что это, во-первых, узо взглядом на истину, во-вторых, это нечто зловещее и неуловимое. Оно пролетает вот так, и ничего не видать. Поэтому то, что там много пишет о них Дворкин, то, что там зомбирование и так далее, это неправда. А вот то, что секта человека до конца добивает, человек, который идет в секту, он уже какая-то у него болезнь духовная. Непринятие того, что лежит на поверхности. Господь все оставил. Апостол Павел говорит, братья, вы не в неведении находитесь. Поэтому все есть, и человек не принимает. То есть самость вот эта болезнь, и она переходит еще дальше, дальше, и человек поражается, будучи в общении с такими же людьми. То есть у него уже общение не с верными Христовыми, и потом, говорит, кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха, когда ты в общении находишься. А в общении с такими же больными людьми, духовно, которые не принимают того, что Господь оставил нам для спасения. И получается, что человек попадает в эту зависимость. Но это не зомбирование никакое. Это выбор человека. Вот это самый единственный свободный выбор человека. И дальше он попадает к лютеранам. И у лютеранов видит ту же самую картину. И после вот всего, когда я помытарился, и хорошо, что он попался на вопросе рукоположения. Его решили сделать, у лютеран и у баптистов, его хотели сделать пресс-фитером. А он задает им вопросы, а как же рукоположение? Он читает там, и рукоположение есть в Библии. Другие сектанты на это внимание не обращают. А он обращает до конца, обращал внимание. И везде его гнали. Да ладно-то, это рукоположение. Ну, вон там приедут, рукоположат все. А он говорит, а того, кто рукоположил, ты зачем такие вопросы задаешь? То есть, он до конца решил дойти. Рукоположение это должно идти от апостолов. И он везде притыкался, никто ему не говорил. И он только в православие, когда попал, ему сказали, рукоположение от апостолов идет. И вот такую родословную, там сотни записей, как, а кто там, от кого, какой епископ, какие года он служил. И вот это его поразило, и он остался в православии. И у него две дочки, два, три сына, ну и жена. Ну, сам он не крестился троекратным погружением у нас. Хотя очень хотел, и детей хотел покрестить, но приткнулся на том, что сказали, что он говорит, и жену мою тоже крестите. Ну, а жена-то должна как-то появиться, чтобы с ней поговорить. Он, ах вы, вот какие. И, короче, виделся на нас, не стал креститься. Так что это вот, я говорю с ним почему. Потому что мы с ним полгода отработали в тайге, вместе, бок о бок он работал, у меня шуфы копало. А я, ну, руководитель был, геолог. И поэтому мы с ним разговаривали около костра, там, на рыбалку ходили, и все время беседовали. Он очень любил духовные беседы. Он мог вот сидеть, я Златоуста достану, начинаю, Златоуста читаю, а потом начинается объяснение у нас. И он был в таком волнении духовном. Он говорит, как же я попал в православие? А я ему все объясняю, он говорит, у вас, говорит, вообще шагнуть некуда шагнуть, везде сплошная мафия и нарушения. Я говорю, ну, конечно, так. Как же, говорит, это православие еще живет? То есть, вспоминаете, как двое были, один еврей, друзья, другой православный. И еврей захотел принять веру православную. Ну, а православный его все время тормозил, да подожди, да, ну, как бы не звал его, типа нашего, нашего постановления вопроса. Мы не затягиваем, а должны сначала человека узнать, чтобы он тоже узнал все о Христе и вообще во всем, о православии. Так и его этот, такой же был. А еврей говорит, все, я решил, что я еду в Рим, и там все до конца узнаю. И он уже перекрестился, мысленно все кончено. Никогда этот еврей не придет к Богу. И тот еврей уезжает, там проходит сколько-то времени поездки. И, говорит, вот вдруг его приплывает, там завтра корабль приходит. И он приходит на пристань, голова понуренная. И вдруг, вдруг его выскакивает на трап, радостный, его обнимает. Такой прям в восторге. Все, говорит, я решил, крещусь, буду православным. Тот, а ты в Риме был? Да, я был в Риме. И ты ходил там в храмы, беседовал. Да, конечно, а как же, везде в монастыри, в храмы. И что? И он говорит, я, говорит, такие отступления увидел. Законы Божьи попираются, никто ничего, ну, мало люди исполняют там все. Но вера-то жива. И кто хранит эту веру? Да, конечно, с вами Бог. Истина. То есть, вот в такой пути будем говорить. И точно так же и он, этот вот Игорь рассказывал. Он говорит, только, говорит, Иисус Христос Бог сохранит это. Я говорю, а теперь посмотри, у нас идут такие отступления. А у вас было такое, чтобы человека гнали за духовное, за то, что заповеди не исполняют. Ты мне, говорю, много рассказываешь о деньгах ваших, о там всяких блудливых связях об этом все. А там кто-то власти желает. А было такое, что кто-то вот вашу баптистскую веру, и он там сказал вот так-то, и его бы там гнали. Он говорит, так нет, у нас не было. Если, говорит, кто-то что, он сразу уходит, говорит, и все. А так, чтобы гнали, в самих сектантах этого не бывает. Так это надо, наоборот, задуматься. Почему не бывает? Христа гнали в истинной вере. Апостолов. Апостолов гнали. Святых гнали. Везде, читаем, в каждом веке гнали. Иоанна Златоуста, самого патриарха, ну тогда он архиепископ считался, но это патриарх Византии, самый мудрейший из всех толкователей. Иоанн Златоуста, вот его толкование, одно из толкований. Это только полтома из 12. И его до такой степени загнали, что погиб. Погиб, слабое здоровье, постоянные переезды, не доедал, никакого отдыха не давали, трясли, трясли его, и, в общем, вытрясли душу на этих ослах. Еще и гнали за ним монахи, чтобы убить. Вот до чего доходило. Вот это гонимые за правду люди. А в сектантах никто не гонит. Там нету этого. И они как считают? Нас гонят православные. Вот мы гонимые за правду. Ребята, так вы тогда специально, что ли, эти православные донимаете еще, добавка всему, все время. Иконы-идолы. Здравствуйте. Иконы-идолы. Опять щепнут. Иконы-идолы. Начинаешь показывать. Ну, где вы это берете? 20 глава, исход. Вот написано, не сотвори себе кумира, не делай никакого изображения. Можем прям конкретно прочитать, чтобы это уже не голословно было. Как, что они говорят? Они говорят так. Это, начиная, 20 глава, исхода, начиная с 4 стиха. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящие милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вот это они берут и говорят, вот, пожалуйста, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и так далее. Перечисляют все это. А потом говорят, все, вот, все идолы, все идолы, потому что это подходит к идолам. У них там есть уста не говорят, руки есть, ничего не делают и так далее. А мы говорим, а вот 25 глава, если мы перевернем и откроем, какой, 12 стих, да? 12. Какой? 17. 17 стих. Посмотри, внимательно. наверное, пораньше, наверное, пораньше, да, наверное, даже так, с 10. Сделайте ковчег из дерева сетим, для начала. И вот теперь сделайте ковчег и он такой-то длины, такой-то ширины и написано в 12 глава и вылейте для него 4 кольца золотых и утвердите на 4 нижних углах. И дальше сделай из дерева из дерева сетим шестые сделай. Это теперь дальше 15-е в кольца ковчега должны быть вложены в шестые. И сделай также крышку из чистого золота. 17 стих. Длина его, то есть Господь говорит, сделай, 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 говорит Господь. и теперь и сделай из чистого золота, длина такая и 18-й, и сделай из золота двух херувимов. Написано чеканной работы сделай их на обоих концах крышек. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. И тут такое слово, что оно даже написано курсивом. выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувима и положи крышку на ковчеге сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над крышкой откровения, над ковчегом откровения о всем, что вы то не буду заповедовать через тебя сынам израилевым. Вот так написано. Не сотвори ничего и вдруг сделай херувимов. Да так больше написано вот про этих херувимов как сделай и как надо сделать. Это вот этого уже они не рассматривают сектанты. Но до этого они все равно рассматривают. поэтому мы здесь говорим о том, что сектанты они не могут не могут обманывать ради того, чтобы веру допустим православную как-то опорочить. И для этого они будут обманывать, называться православными. Это такая билиберда. Но однако я ее слышу постоянно. Вот сейчас опять выйду на улицу следующего и опять кто-то ко мне пристанет. А вы точно? А вы правда? Да вы где? Я показываю крест, крест ничего не значит. Да патриарх, да патриарх ваш не нужен. Да вот душа на распашку, крест на теле. Да ну пошел ты у всех такой крест. Ничего доказательств никаких. Доказательство такое, моя морда, физиономия не понравилась этому человеку и все. Или так лучше скажем. Он идет спокойный, умиротворенный, никто к нему в душу не лезет. И вдруг начинают говорить о том, о чем не принимает его душа. Или бес, который рядом с ним не принимает. Не хочет, чтобы человек беседовал. Поэтому, когда мы идем на благовестие, нужно молиться, нужно трудиться, нужны нам эти занятия, чтобы мы знали силу Христову. Чтобы мы знали слова Божии. Причем слова эти должны мы применять людям согласно их того, чего они стоят. Вот как брат сказал сразу, нужно было сестра тебе это сказать. Ну, в общем-то, правильно. Но, если сестра по-другому пошла и сказала Христе, это тоже верно. Ну, я вначале всегда говорю, вы веруете в Бога, а не да, веру. Я говорю, как вы верите? Да, в душе. А потом я уже говорю, а Иисус Христос вот пришел в мир спасти человечества. И там уже дальше начинаю как бы красить. Ну, сестра говорит, что слабо говорит, на самом деле, она совсем и не слабо говорит. Я смотрю, она хорошо подготавливается. Нет, занятия помогают все-таки, да? Да, я слава тебе, Господи. Потому что хоть имя Христово нужно произносить с любовью. Обязательно. Когда вообще Христос произносим, то своеобразно получается, даже Господь говорит, имя Господне призовете имя даже. Ну, вот имя Христа, Иисус Христос. А иначе нельзя начать проповедь, говорить кому-то что-то, не обращаясь о Христе. Да. Нельзя. Да, это совершенно правда. Поэтому люди, которые там были в Эвен-Эзере, там, израильской организации, как бы она христианская, но они израильтян собирали, евреев собирали в Израиль. А так как евреи не любят Христа, не признают его, то поэтому эти сектанты, они Христово имя не произносили. Эвенезом называлась организация. И некоторые люди, которые были в нашей общине, там, когда ушли от нас, попали туда. Они пошли за более духовным, за более великими занятиями, необыкновенными, так, что там душа их раскроется к небесам, и Христос прям взглянет в их сердце. Но получилось, что в их сердце заглянул другой. Почему? Написано, когда ты подметаешь свое сердце, оставляешь его чистым, убранным, но не впустил туда Евангелие, Христа не впустил, то прилетают, говорит, семь злейших. Заглянули туда, ох, тут пусто, когда чисто, так выметено все. И зашли в это сердце и стали, поселились там и стало, и стало, говорит, этому человеку хуже, чем было. Это вот как раз говорится об этом. Поэтому с какими людьми как говорить. Вот мы и здесь тоже это сразу проходим. Сейчас мы говорим о гонимах за правду. Вот это очень легко об этом разговаривать, потому что примеров множество. А вот миротворцами быть, я думаю, что по большому счету наша община, вот каждый из нас миротворец, мы стоим между всеми этими религиями сегодняшними, православными, и вот простым народам, которые сейчас полуязычники, которые не уверовали, мы между ними стоим. Почему? Мы молимся, чтобы Господь дал еще мира. С Патриарху и же с ним нужны дивиденды хорошие, потому что карманы их сейчас пустеют, на храмы уже не так обильно дают, как раньше, из чего можно было приворовывать. А любостяжание, оно всегда подрастает в человеке, то есть надо с чего-то брать, это уже привычка. И поэтому князья, уже мира сего будем говорить, а не пастыли наши, не блюстители церкви, они все время трудятся только для того, чтобы можно было это любостяжание продлить. А народ, который не знает Христа, естественно видит это со стороны виднее, а видя это они не могут быть миротворцами, потому что они о Христе ничего не знают, они могут только думать о справедливости к ним самим. И сколько я уже слышал о том, что да, я верю, но я никогда не пойду в церковь, потому что все священники воры, их только всех я думаю, что в конечном итоге придет этот временной период, но пока его нету, почему? Потому что есть искренне верующие люди, такие, как наша община, братья и сестры наши, которые молятся, трудятся ради блага людей по-настоящему. из других тоже естественные верующие люди. Нет, ну я как бы хотел пример показать, пример просто нашей общины. Ну а какой еще пример-то? Я хотел просто пример, чтобы... ну не надо, может быть что-то и не надо, я не знаю, я вообще не знаю, чего надо, чего не надо. Я только знаю, что нету Семена Столпника. Стоял бы сейчас он там какой-нибудь Петя или что-нибудь, я бы показал. Всему свое время. Всему свое время. Вот оно у нас вечно так, всему свое время, а потом оказывается никак. Вот оно у тебя как мое чудо на пути в твои окна крест, крест. Ты посмей-ка. Поднивусь не конечный. Один из них стих. Блаженны вы когда будут поносить вас Игнатия всячески неправильно. Вот как вы кресту за меня. Толкование. Не всякий поносимый блажен но только тот, кто терпит поношение для Христа и ложно. Если же у кого при поношении его нет ни того ни другого, то несчастен он, так как для многих служит соблазном. Вот Златоуз дальше говорит как? Разрешите? Впрочем, чтобы ты не подумал, что одни поношения какие бы то ни было делают людей блаженными. Христос определяет эти поношения двумя видами. Именно когда мы терпим их ради Него и когда они будут ложны. Если же не будет ни того, ни другого, то поносимый не только одни блажен, но и несчастлив. если ты слышишь, что не при каждом роде блаженства даруется Царство Небесное, не унывай. Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в Царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся и милости будут помилованы и чистые сердцем узрят Бога и миротворцы назовутся сынами Божьими, всем этим Он означает не что иное, как Царство Небесное. Кто получит те блага, тот получит, конечно, и Царство Небесное. И так не думай, что этой наградой удостоятся одни только нищие духом. Ее получат и жаждущие правды, и кроткие, и все прочие. Он для того при каждой заповеди упоминал блаженство, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным, награждаем мы тем, что в настоящей жизни разрушается и исчезает скорее тени. Вот так вот. То есть еще и в этой жизни блаженный будет услышан. Сказав мзда ваша многое на небесах, то есть награды Христос прибавил еще и следующее. Как гнали пророков, так гнали прежде вас. Так как приближалось царство и было ожидаемо, то он представляет ему тишение в общении с теми, которые прежде их пострадали. Не думайте, говорит Господь, будто вы страдаете, потому что говорите и предписываете вопреки справедливости, или что вас будут гнать, как праведников нечестивых учений. Вы подвергаетесь наветам и опасностям не потому, будто вы не право учите, а по злобе слушающих. Поэтому и клеветы падут не на вас страдальцев, а на тех, которые так худо поступили. и приводят пророков. Здесь такое толкование? Да, здесь мы уже прочитали толкование. Это я читаю сейчас. Дополнительно? Да, дополнительно. Я прямо из Златоуста читаю. Здесь Блаженый Филат, а я просто взял еще Златоуста почитаю. Ну, так как мы Матфея проходим, почему Златоуста не прочесть, если он есть? Дополнительно. Третьим томом нет? Это Златоуста, так что еще там третий том уже. Нет, тут нет этого. У Марка нет. Двенадцатый стих. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков бывших прежде вас. Толкование. Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде, но здесь сказал о ней, показывая тем, что терпеть поношение есть дело великое и самое трудное, ибо многие, не стерпев поношения, сами себя лишали жизни, и Иов, выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи, дабы апостолы не думали, что их будут гнать за учения, противные Христову успокаивает их, говоря, что и пророков бывших прежде них гнали за добродетель, посему их страдания должны успокаивать вас. 13 стих. Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Толкование. Пророки посылались к какому-нибудь одному народу, а вы соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут призрению. комментарий Игнать Тихоновича на слова не оставляйте горьких обличений, если не будет учить обличать и исправлять учитель и разлениться, то чем исправиться? Комментарий горькими обличениями называется то, что причиняет горесть обиду, затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать и поразить самого себя. В кровении Иоанна Богослова говорится, 6 глава, 6 стих, Елея же и вина не повреждай. Елея. Елея же и вина не повреждай. Елеем называется то слово, которое умягчает кротость увещаний. Вином же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести слово Божие, не должен повреждать свойства слова Божия, взирая на лица. То есть, в большинстве случаев обличительные грозные слова говорят к нежестоящим, а к вышестоящим имеющим власть говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умерщвлять кто способен на это. Библия показывает нам таких героев веры бесстрашных обличителей. Пророк Илья, пророк Иеремия, первомученик Стефан, апостол Павел. Жития святых показывают нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исаакий Далматский, Метрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в адрес царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть. Говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как и Ангел Таус против Евдоксии, как Илья против Ахава, этого не было никогда. Почему блаженный Феофилакт обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделали правители, кривители со всем народом, как обокрали его, как уничтожается нравственность? Почему ни в одной речи он не обличает президента, правительства, епископов? Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Если нет обличения, значит невозможно ждать исправления. Златоуст называет обличение скальпелем хирурга, прижиганием, отсечением, оставляющий горькие обличения, обрекают не только свою пасху, но и всю страну на гниение, и как потерявшие ум заботятся о каких-то диссертациях, богословских званиях, где эти уроки обличения для семинаристов, в какой предмет они заложены, чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь, и в чем он отступает от заповедей божьих. Это изречение Феофилакта должно быть сегодня вывышено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться. Есть над чем подумать. Почему? Вопрос. Трусость и корысть. Корысть и корысть. Соли должно быть в меру в человеке. Почему называется солью земли? Соль это то, что делает еще до конца пригодной. А можно съесть без соли? Конечно можно. Но говорят те, кто ел без соли убивают мясо. Вот в Китае это было таким наказанием человека. Кормили говядиной без соли. В конечном итоге происходили какие-то необратимые процессы и кровь начинала убивать человека. Сама кровь. А соль нейтрализует вот эти соки. Поэтому если нету соли, нету вот этого действия на мир злобный прелюбодейный, без Христа он бы давно уже погиб, не забудем об этом. Христос спас этот весь мир. Люди просто этого не понимают. Он не то, что спас, пришел и решил спасти. Закон такой. Без Христового учения, без этой правды, без закона Божьего, который он вселил в сердца наши, не просто писанные они, а они в наших сердцах. Вот то, чем сейчас мы с вами занимаемся, это наша жизнь. И если у кого этого нету, то я тогда не понимаю, зачем мы здесь собрались. я думаю, что это именно так. Она правда вошла в жизнь и Христос помогает, дает свои силы, Дух Святой не меру дается, а по вере человека дается это благословение, благодать Божия. И поэтому оно так действует не только на человека, сам человек начинает действовать на этот мир. Чем? да это о благовестии говорится ни о чем. Вот то, что сестра говорит, о том, как она шла, раздавала Евангелие, и кто-то хотел помочь ей, сейчас ввести. Это как раз об этом говорится, что нужна соль, а люди эту соль получают, как соль показала, нельзя соль получить, просто идешь, идешь, что-то где-то ковырнул, там соль. Очень редкие места на земле, где есть соль. Соль не просто добыть надо, ее еще надо сделать, чтобы она была чистой. Раньше люди использовали просто соляные глыбы в головке, как камень, называется каменная соль. Для скотина лизала. Да, скотина вот это лизала тоже. То есть животных приманивают солью, дают солью, допустим, оленям, всяким животным, которые в тайге, такие кормушки. Есть кормушки, государство заботится, а есть охотники, браконьеры, они приманивают, увидят, где водопой, туда носят соль, и туда скотина идет уже сто процентов, можно ходить как в магазин. Пришел, и там обязательно будут, туда, они любят соль. И говорят, я люблю соль, но человек не то, что любит соль, он без соли жить не может. То есть получается, этот мир не может жить без нас, да, мир не может жить без верующих людей. Господь все время должен видеть, что есть любящие сердца, о которых нужно заботиться. И написано, и призрел Господь на землю, не так, как он сказал, и простру сапог мой на маава. Нет, Господь не прострет сапог на верных своих, он пошлет силу, протянет руку, десницу свою, вот как он сделает. И он ее делает, посылает нам до тех пор, и сколько посылал до конца дней посылал, а Антихрист как же сказано, что придет и победит цветы, да, придет победит, но написано, и если бы не Господь, если бы не Господь, если бы сократились бы те дни, и Господь приходом своим убьет сатану, и избавит святых своих от тех мучений, которые их ожидали уже, но многих, конечно, они постигнут, почему, ну, как раз потому, что они соль земли, дальше будем еще читать и светильник, который стоит на высоком месте, и конечно же светит всем, зависть она во многих сердцах человеческих, поэтому эту соль надо людям просто показать, как она показывается уже, Господь ее проясняет людям, а показывают проповедники, почему говорится, идите научите все народы, идите научите, вот как сложно все это, еще и учить надо, почему мы занимаемся здесь и стараемся употребить эти слова в жизни, то и слушать не будут тебя, если жизни ты не подтверждаешь это, то и слушать не будут тебя, да нет, это неправильно, не они считают неправильно, Господь сказал так, если только человек не против вас, то он за вас, а человек не ходил, а мы запретили ему, сказал Ян, строго запретили ему, потому что не ходят с нами, и написано, а ученики как раз рассуждали, кто же больше, кто же больше, и тут вдруг кто-то, которого вообще никто не знает, и рядом с Христом нету, ходит и говорит то же самое, жаба заела, а кто же больше, братья, и мы запретили ему, потому что он же с нами не ходит, а значит он не то, а Христос говорит, нет, неправильно вы сказали это все, Иоанн уже зная, что он неправильно это сделал, сказал, а мог бы не сказать даже об этом, мы бы не знали сейчас, поэтому если он не против Христа, то он за Христа, таковой скорости не будет злословить меня, вот чем дело, а живут не так, он является соблазном для окружающих, он говорит, я не хочу его даже слушать, потому что по жизни он не такой, он соблазн, а таких кто это сказал, что это говорит-то, что камень повесь и бросить его, море не жалеет, можно я тоже еще раз скажу, первое коринфянам апостол Павел говорит, из отслуг Хлойных сделать неизвестным, что среди вас есть такое блудодеяние, которого нет у язычников, ибо между вами есть проповедующий, а оказывается не просто проповедующий, а старо с тобой говорить их общему, главный проповедник, второй после апостола Павла, он уехал, а он встал на его место, и он живет с мачехой со своей жить начал, ну блудной жизни, естественно, у отца своего, то есть отобрал жену его, новенькую какую-то, ну, жена, молоденькую взял, да, наверное, мы не знаем какую, это мы уже себе как бы понимаем, еще главное, чтобы прекрасна она была, вот такой сикой, вот даже как было, и они его слушали, апостол Павлу, вообще-то, даже у меня в умении помещается, как это, но однако это было, и апостол Павлу пришлось писать два послания, и в этом, в одном послании, вот в этом первом, он говорит, и предают душу его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен, понимаете, и они слушали его еще люди, а вы говорите, нет, его слушать никто не будет, слушают, вот мы, брат дал мне послушать какого-то баразматика парня молодого, он говорит, целые тысячи собирает, я посмотрел на него, послушал, что он может собрать, где он там что собирает, или наврал с той короба, или, это где он таких людей находит, тысячи, здесь слово Божие приправленное верой необыкновенной Игнатия Тихоновича, и никто не хочет слушать, никто практически, я могу сказать, ну, под словом никто это значит почти что все, а здесь какой-то парнишонка и его слушают, меня все удивляло, вот когда Питер Гилкис пишет о том, как они пришли к тому, чтобы пойти домой, вернуться, то есть в православие, у них было христианское молодежное движение, молодежь за Христа, и они собирали стадионы, и один раз собрали 150 тысяч студентов, 150 тысяч, вы понимаете, что такое, огромный какой-то там где-то площадь, и вся была забита людьми, это или они на какой-то праздник попали, но не могли же они все 150 к ним прийти, на молодежную, но они говорят, что-то шли прямо к ним, и что, и они там ничто поставили, и это 65-й год был, и они в сердце не имели покоя, и говорили, как же так, столько людей идет к нам, мы говорим им, а сами не имеем покоя в душе, то есть наоборот совершенно сделано, там, где у тебя должно быть тщеславие и любостяжание воссиять, как, не знаю, до преисподней, в этот момент у них раскрылось Царство Небесное в душе, они начали говорить, каждый, а вот ты имеешь наполнение в душе, я не имею, а ты нет, они поняли, что нету благословения от Господа им, от того, что толпы собираются, вы понимаете, я тогда это читаю и думаю, как Господь ты премудро делаешь, а мы здесь вообще не имеем никаких, вообще никакого авторитета не имеем, столько знаний, там, брат трудится, братья сколько трудятся, сколько там он, Виктор, там, какие познания, Игорь Третьяков, Игорь Третьяков, это тайный, тайный какой-то пророк тоже, но сейчас пока он законсервированный, какие у него рассуждения тоже, я все время, у меня аж мурашки иногда прям, когда слушаю его, ну, когда слушал, сейчас он так неблаговестует, но однако, и никто не слушает, а здесь 150 тысяч, и люди, и люди собираются, и несколько человек, и говорят, ты благословения имеешь? Нету, а ты нет, как серьезно надо к этому было относиться, а что нам делать, братья, я чувствую, что я пустой внутри, а столько людей идут, надо же их дальше вести, у тебя сколько община, у меня там 150 человек, а у тебя, у меня 300, а там один на Аляске, у меня две с полной тысячи, и что им дальше говорить, а я пустой, ничего нету, моря глотать надо, а нету морей-то, они уже наглотались их, казалось, Макдональдсов там эти всяких, Уайтов, а нету ничего, и тогда, когда они на год расстались, и начали смотреть всю литературу, несмотря, что за конфессия, и везде все остановились, на чем, только на первых святых отцах, и Пресвятая Богородица у них на место встала, и крест на место встал, и троекратное погружение в воду на место встало, и причастие на свое место все встало, когда они оторвались от этих вот, как казалось им, корней сектанских, когда они благословения не почувствовали, что им Господь дает, и все пришли, и все такие радостные, один открывает, другой, один там сидит вообще серьезно, и причастие, как начал говорить, они вообще все в изумлении отпали, как это такое простое дело, и мы так запустили его, и так давайте мы споем, брат, ты что-то хотел найти и не нашел, я ищу, я ищу, я ищу, я ищу, Ж, 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 что там, Ж, Ж, жажден правный народ, ну давай, давай споем, брат, давайте, поем мне сестре, я наизусть помню, трехклубник от красных, сколько стоит все три книги? 2700 сейчас, 2700, новая цена, и так, 3700, тогда ставь, начинаем, жаждет права, 24, 38, 46, ну, с Богом, жаждет правый народ, избавление ждет, в темноте и грехе погибая, но великий Христос весь благою принес, он спасет мир от края до края, он болезнь исцелит, власть греха сокрушит, удавит все земные страдания, солнце братской любви, переплавит мечи, песня радости сменит рыданья, братья, сестрам привет, что несут Христов свет, жизнь отдали за счастье народам, свою юность Христу и души красоту посвятили во имя свободы, всех зовите на пир, возвестите всем мир, убивающим слово от рады, что спаситель воскрес, дверь глазу ухвы небес, отворив всем взыскующим граммам, царство Божие в нас, высоте ждем, трудясь, в нем не будет трава Господина, но лишь братство людей так гремите ж сильней, во Христе все добудем едино. Аллинуя. Слава Христу. Достойно есть я, кого истину, блажит я, Благородицу, пресно блаженную и претепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубию и слабнейшую без сравнения Серафия, безыстрения Бога слова ручую, сущую Богородицу Тя величавая. Господи, благодарим Тебя, что и в сей день позволил нам собраться в этом месте, изучать священные слова Твои, божественных писаний, дай все услышанное здесь запомнить. Пошли людей, с которым мы могли бы поделиться своими знаниями, наполни наши уста благословениями Твоими, чтобы мы могли с помощью этих знаний примерять враждующих между собой, приводить к Тебе людей, жаждущих слышать Слово Твое, жаждущих спасения. Пошли на нашем пути этих людей, Господи. Хвала Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да какая-то облица, карамелечка. Да ты, наверное, молиться будешь. Будет. Королеша. Как у Игнатий Кошки, так и она будет, наверное. Иди сюда, конечно. Спасибо.